приветствую вас друзья мои с вами опять садридин сегодня у нас чудесная погода поэтому я после пятничной молитвы решил прогуляться по парку этот парк недалеко от нас называется долг парк небольшой но очень такой уютный релеф местности такой тоже хороший вот я пришел оттуда оттуда я пришел и когда дошел до сюда что-то ударило в голову что нам написать видео здесь вот за зарослями за лесом есть пруд но еще мы туда придем здесь одно примечательное заметил вот смотрите вот здесь этого на углу не было раньше турник для подтягивания турники значит и сделано так конструкция с перекладиной очень мое любимое мой любимый снаряд молодости я решил не пройти мимо вот здесь пожалуйста смотрите такие сооружения в парках скамейки и разные игровые сооружения устанавливают люди вот написано прочитайте сами я вам поближе на виду это один из как говорится добродетелей за свой счет это установил и конечно я просто у меня камера я держу камеру эти это телефон в руке и не смогу показать вам но я несмотря на свой тяжелый вес я вот на этой перекладине значит сделал как говорится как это называлось запрыгнул на перекладину и немного постоял на ней с вытянутыми руками как говорится напряг мышцы мне это очень понравилось конечно дальнейшем я каждый раз когда буду проходить буду подтягиваться и на турнике и немного покачать пресс на перекладине спасибо тем кто это установил и так я продолжаю идти дальше здесь вот есть тропа для для байкеров по лесу и дальше я ходил по ней уже гулял а здесь вот такая гладкая ровная дорога здесь можно гулять набирать шаги у меня есть шагомер и на часах вот здесь вот я прошел до сих пор девятьсот восемьдесят пять шагов я начал два часа там нет в час пятьдесят три начал я немного прошел и вот продолжаю ходить я должен день ходить шесть шагов но это мне не получается ноги не выдерживает боли усыняются сильно в коленях но я все-таки стараюсь проделывать какие-то шаги вот такой замечательный мост здесь а дальше там пруд мы вокруг этого пруда значит будем прохаживаться по этой дороге ровные асфальтированные дороги а вот пруд там дальше есть фонтан я часто приходил сюда рисовать пейзаж на пленэр бы прихожу сюда и сейчас я опять подметил может быть опять приеду когда-нибудь сюда написать осенний то есть зимний пейзаж когда деревья голые в основном немного есть и как говорится хвойные деревья зеленые вечно зеленые но в основном лиственные все листья опали уже вот так вот я буду вам понемногу показывать мужчина прошел я поздоровался со мной здесь все люди такие приветливо обязательно проходящий мимо поздоровается улыбнется что-то приятное скажет и конечно я тоже отвечаю настолько насколько могу пару слов между и в ответ я тоже подаю конечно чего не скажешь на нашей стороне я вот недавно ездил на нашу сторону ну за океаном понятно ешь навстречу идут встречаются дома из молодых такие приветливые ну и больше неприветливых которые не привет не здороваются даже хотя по нашему менталитету младшие первыми должны здороваться со взрослыми а я в основном часто я первым приветствовал их здоровался кто-то отвечал в ответ кто-то даже не отвечал такая ситуация почему это жизнь жизнь не радостная поэтому им у них в душе не горит огонек они все задумчивые озабоченные чем-то и не замечают прохожих а здесь как я уже сказал каждый прохожий или улыбнется кивнет или обязательно больше чем кивок они подают приветственный голос мне это очень нравится вот мы идем по этой тропинке это не тропинка дорога дорожка асфальтированная гладкая никаких ямочек не таких никаких разных как говорится неровности ничего здесь нет а вот этот пруд внутри за деревьями вокруг которого мы идем вот обратите внимание в парке есть такие площадки их очень много по территории парка где установлен столик с сиденьями и как говорится печка для барбекю сюда можно приехать и делать барбекю или готовить шашлыки вот таких мест очень много там где идет сильный поток вот так обкладывают камнями чтобы не смывало почву вот такая чудесная погода солнце так приятно светит смотрите как хорошо здесь за мной идет человек с собакой пришел на прогулку с собакой я гуляю потихонечку спеша так красиво здесь сочетание сухих листьев и всего остального вот прошел не поздоровался не подал голоса это это не американец это из-за океана из большой страны я их сразу определяю когда по их поведению они неприветливые американец бы обязательно поздоровался вот опять площадка с видом на пруд тоже для того чтобы здесь можно сидеть отдыхать готовить шашлыки или барбекю и проводить приятное время свое с семьей или с друзьями вот так все условия созданы везде между прочим я здесь уже был летом и писал фонтан я вам его покажу вот смотрите а вот специальная территория полностью огороженная по периметру сетка обтянута для того чтобы здесь дрессировать собак именно отпустить и полностью дрессировать собак вот такие места и вот смотрите кроме деревьев даже просто на обыкновенных стоках установлены вот такие скворечники вот и здесь и здесь хотя на деревьях можно их устанавливать не знаю почему их так устанавливают мне непонятно может внутрь устанавливают камеры ну нет это для сковоречника сделано такой сковоречник интересный установлен вот смотрите сюда никакие провода не подведены да действительно это для сковоречника вот опять площадка со столиком и сиденьями вот чтобы здесь любоваться фонтаном фонтан сейчас летом он такой низко бьет сейчас бьет низко так а летом идет очень высокий фонтан напор большой увеличивает вот можно здесь на солнышке немного посидеть полюбоваться красотой зимней красотой как говорится без снега хэллоу и вот так вот немного отдохнешь здесь посидишь можно написать опять же вот этот вид я летний уже рисовал если мне уже картины этюды то есть можно еще зимнем состоянии написать этот идет я думаю будет очень красиво потому что там зелень на солнце отливается яркой красотой такой зеленый ярко зеленый на коричневом фоне деревьев будет очень красиво это вот пирс называется или как он называется причал чтобы люди могли прямо посередине пруда пройти и любоваться окрестностью окружающей красотой летом мы возможно я еще не видел но возможно когда воды много лодки здесь можно на лодках по моему поплавать не знаю в общем так вот с этого вида я имел возможность уже однажды именно находясь вот на и где-то на этом месте был пннр у меня писал этюд и таким образом вот в этом парке я недалеко от дома черпаю свое вдохновение оттачиваю свое мастерство откачиваю или набираю мастерство вот что такое здесь вот теперь по ступенькам надо будет подниматься для меня это не так уж просто но все равно ради тренировки колен буду я самим подниматься а дышка у меня будет шуметь как говорится ну вы все равно вот я еще хочу показать вот эту скамейку возможно не только эту в данном случае вот этой скамейку вот кто поставил садовый клуб вот по этой лестнице мне предстоит подняться наверх это конечно будет большая нагрузка на колени я любил вот здесь вот по травке подниматься часто я поднимаюсь вот так под словом по травке чем по лестнице ну сегодня я наверное изберу вот этот путь по гладкой дороге пройдусь вокруг здесь тоже осуществляют свой проект люди я тоже пройдусь я хотел как раз в эту беседку прийти посидеть и поговорить с вами еще но не знаю получится или нет если место не будет так просто обойду и все если будет место то приду подойду посижу в общем я иду вот по этой дорожке я наверно все таки с вами пройдусь еще туда на причал или приз как перс как называется я вырос вдали от моря при этом я эти названия не запоминаю как они правильно называются но в любом случае я проведу вас туда вот такая зигзообразная дорог дорожка идет гладкая без штыник что удобно для для людей живого возраста он птички они живут оказывается смотрите вот эти сковоречники работают гладкие собственные железные приезжают гладкие искусства его идет я думаю на груди Видите, как я вас веду в пруд, не в пруд, а на пруд, потому что не будем с восьмого, а будем стоять на фото. Вот такая зигзагобратная дружка ведет нас на пруд. Вот, заходим на пирс. Напишите в комментариях, я правильно называл, пирсом называется это, или причалом, как называется, вот эта вот площадка, на дозу, которая является, смотрите, можно сидеть, отдыхать, сделаны скамеечки, можно подойти, облокотиться, любоваться, можно даже здесь писать этюды, вот-вот, здесь вот можно уложить свои краски, а здесь оставить этот ездил свой и писать картины. или сесть сюда, вот на эту скамеечку, или подойти поближе на другую скамеечку, ну, выбрать для себя подходящее место, сесть на нее, поставить перед собой трайпад, установить на нее, как говорится, свой этюдник и писать. Вот, фонтан можно с этой стороны написать. Пока я с этого ракурса не писал, может, зимний я приду сюда, чтобы написать, сидя здесь над водой, не знаю. Ну, в любом случае, это место для меня очень удобное, оно недалеко от дома. Приехал конца минут 10 или 15, площадки, стоянки в парке для машин очень хорошие. Ох, смотрите, что я увидел. Что это? Пеликан или что это? Вот. Чтобы не испугнуть, я подойду поближе и вам покажу. Приближу. Вот. Красиво. Отдыхает. Цапля, да, это? Наверное, цапля. Думаю, цапля. Цапля на воду. Смотрите, это можно написать эту картину. Я, наверное, так и сделаю. Отражение на воде красивое. Вот. Можно так написать. Можно вот так написать. С отражением даже этой птички. Смотрите, так красиво смотрится. И пруд идет вдаль. Так можно пруд написать. Вот. Красиво. Смотр отражения на воде красивее. Не так ли? И вот, посмотрите, отсюда вид. Солнце за деревьями. Можно и так, можно и так написать картину. И тут написать сначала. Потом, если хорошо получится, его переписать в картину, дописать в картину. Здесь вот летом цветут очень красивые цветы. Как они называются? Лилии или по-другому называются. Но их я вам сейчас покажу, когда я их фотографировал летом. Вот. Смотрите. Смотрите. Вон там человек с металлоискателем гуляет по парку. И такие. Больше встречаются, конечно, на побережьях океанов, на пляжах. Ну и в парках тоже я не первый раз вижу. Что вот так вот люди гуляют, и время проводят, и что-то находят, наверное. Поэтому они этими занимаются. Тут девчата занимаются аэробик, фитнесом. Не знаю. Наверное, не получится к ним туда рядом подойти. Но я хотел вам о чем рассказать. Я вот здесь, сидя на этой полукруглой скамеечке, писал эту картину летом отсюда. Этот вид я написал. Я хотел именно вам показать, в каком месте я писал. Но не получится. Я просто выставлю картину, которую я написал. Она была в этом месте написана. Мне она очень понравилась самому. Я вот в этом месте сидел и писал, где девчонки занимаются. Но я сейчас туда не подойду. Сегодня я руководствовался русской пословицей, как умный в гору не поет, умный гору обойдет. Я не стал подниматься по этим ступенькам. Обошел его вот так кругом. И пришел вот так к этому навесу. И вот теперь иду дальше в сторону стоянки, где стоит моя машина. Это моя палка. Вот этой. Опираясь на эту палку, я хожу. Это мой кэн. Я его немного сам доработал. Вот. Сделал орла, голову орла. С таким мощным клювом. Пока еще глаза не установил. Но я думаю глаза тоже установлю. Вот такой у меня кэн. Он как бы и для дефенса. И для ходьбы. Он очень удобный. Очень мощный. Крепкий, надежный. Вот с этой палкой я гуляю. Вот опять площадка для отдыха. Опять же есть печка для барбеки. Ребята работают, отдыхают. А здесь вот смотрите красивые камни. Специально привезены. Вот так вот для рельефа, для красоты. Расставлены в разные места. А вот где склон, вон много стекает воды. Вот так вот укладывают камнями, чтобы не смывало. И деревья, где слишком много зарослей. Огораживают, чтобы туда дети не заходили. Чтобы не заблудились. Специально вот так огораживают. Вот там наверху есть детские игральные площадки. Но я не стал туда идти. А просто показал вам часть парка. Но пока на этом я думаю хватит. Мотор сильно шумит. Поэтому я не стану больше продолжать писать. Чтобы вам тоже уши не прожжало. В общем я сегодня погулял по парку. Получил хорошее наслаждение. И то также и подготовил, приметил площадки для пленера. Этот парк близкий от меня. Где я черпаю свое вдохновение. Одна из таких площадок. Вот друзья, я дошел до стоянки. Решил посидеть немножко. Отдохнуть. Вот здесь как я сказал. В парке расставлю всякие большие камни. Я сижу тоже на одном из камней. Вот. Я сижу на таком большом камне. Который солнышко немного пригрело. А вот машина моя дожидается меня. Вот моя машина. Которая меня ждет. А что я в конце хотел сказать. Вот смотрите. Так. Я сегодня. Один шаг я сделал. Сегодня. Около двух тысяч. Я пока даю до машины. Получится как раз две тысячи шагов. Вот. Друзья я зашел в машину. И сейчас посмотрим. Пожалуйста. Как я сказал. Набрал две тысячи тридцать три шага. Сегодня я как говорится. Прошел только третью. В качестве того. Что положено мне в день. Мне в день положено шесть тысяч шагов делать. Но этого не получается. Потому что. Дольше ходить не могу. Колени не удерживают. Ну. Понемножку буду набирать. Буду сбрасывать вес. Набирать. Как говорится. Более шире количество шагов. И так будем. Как говорится. Оздоравливаться. Улучшать свою ходьбу. Шаги шире делать. Легче шагать. Это все у меня получится. Я на этом настроен. А вы меня поддержите. И так все. Пока на этом. До свидания друзья. С вами был Садридин. Всего вам самого наилучшего. До свидания.